доброе утро третий день моего путешествия погода вроде как без дождя хотя облака есть спал я вот на том этаже в этом большом огромном красивом доме ну точнее внешнего так него особо а вот внутри поверьте очень даже огромной комнате из пяти кровати я спал один потому что никого нету пандемия никто не путешествует во время пандемии или мало кто это делает вот такой улочки испанской городе на рода закончился мой второй день путешествие и начинается 3 ну что пошли поехали где мы найдем кафе поставим печать что мы были для роде и поедем дальше правда слишком рано я не знаю будет ли открыта церковь какая-нибудь или кафе где можно печать поставить но будем пробовать поехали я нашел церковь что-то ненормальное с птицами происходит но она закрыта сейчас не знаю 7 утра или что-то в этом роде или даже раньше надо посмотреть время так же 8 почти утра поэтому подождем минут 15-20 вопрос вроде бы решился я подошел к полицейскому который стоял здесь какое-то время машина стояла он вышел сел машину поехал я его рукой остановил и говорю слушайте вы наверняка должны знать я могу поставить печать на мой этот паспорт перегрину я могу поставить только у меня печати к с собой нет она у меня в отделении давайте я подожду здесь если вы не против да дожди сейчас привезу печать поставлю ну ожидание уже имеет смысловое смысловую нагрузку я понимаю кого я жду и куда он приедет он сказал минут пять-десять город небольшой и и и и и и и и Дорога шикарная. Но пока что пейзаж изменился, пейзаж совсем другой, уже леса пошли, мы уже ближе к Толедо, это самая старая столица Испании, не знаю слышно, нет, может имеет смысл включать микрофон, но вроде сильного ветра нет. Посмотрим, что выйдет на видео. Первый заброшенный дом. Вообще хочу сказать, что чем ближе к Мадриду, тем меньше заброшенных домов. У нас в регионе Валеканте, Валенсии часто встречаются дома, которые были раньше видимо фермерскими, уже заброшены, никто не живет. Здесь все дома, все живут и все плантации обслуживаются, все растет, я не знаю, от вишни, черешни до, я не знаю, оливки. Но здесь больше почему-то зерна, ячмени растет в этом регионе. Апельсинов я здесь уже не вижу. Альмедро тоже практически не вижу. Вот сейчас будет что-то уже дерево, деревья будут, посмотрю, что там такое. Так что уже здесь жизнь есть. Приятно приезжать, когда люди вокруг живут, а не заброшенные, такие дома, огрызки. В основном здесь все-таки виноград. Винок в костеле Ла-Манчо известная тема. Это не Риоха, но все же. Часы Вальверде на городской стене. Вот такая маленькая площадь в маленьком городке под названием Эль-Провенцио. Я еду вот куда-то, куда, поеду. Мы здесь. Сейчас поедем вот сюда, Лас-Месос. Здесь у нас будет чекин. Ну и нравятся вот в Испании эти маленькие городки. Всегда есть центральная площадь. Всегда есть ратуша, церковь. Милые здания Мериди города. Милые люди. Какой мы такой вот, типа супермеркаду. В данном случае суперрабля. Ральба. Суперальба. Где можно купить таких три батончика шоколадных за 1 евро. И прекрасно заведется на следующие 30 километров. 40. Здесь мне чекиниться не надо. Поэтому я просто посижу. Поем. Куплю бутылку воды, у меня кончилось. У меня за 2 часа уходит полтора литра воды. Жарко все-таки июнь. А я по дорогам кручу педали. Каждому свое. Вообще-то прикольно. Мне нравится. Асфальтная дорога закончилась. Асфальтная дорога. Послушайте, как тихо. Офигеть. Здесь написано, что дом частный. Сюда заходить, заезжать нельзя на велосипеде. Наверное, вот сюда нельзя. Хотя Камин-де-Сантьяго как раз такая и есть. Вот сейчас она вот сегодня такая. Это очень хорошая дорога. Она плотная. Даже если пойдет дождь, ее не разведет. А когда вот такая, его разбудит. Так, что я хотел сказать. Часто Камин-де-Сантьяго показывают вот таким знаком. То есть в основном таким знаком. Именно желтый крест. Ой, желтая стрелка на синем фоне. Вот видите, она раньше была здесь. Но ее выцвела. Она выцвела. И решили, что надо дополнительно сделать. Потому что люди и во-первых, и в траве могут не увидеть. Ну и так виднее. То есть я так понимаю, раз в несколько лет этот путь проезжает какая-то машина из клуба так называемых ассоциация друзей Пелегрину. Я как раз там и получал паспорт. И они это все обновляют. Обновляют и люди видят, куда ехать. В общем, вот так вот. Едем дальше. В магазине затарился булочками, водой. Все, норм пока. Третий день. Едем. Опять поля-поля. Это вообще лук. Луковые поля и пахнет соответствующие. Недолго было мое счастье ехать по лесам. Опять поля. Ну классно, что солнце не сильно жалит. Вот здесь знак. Камьё де Сантьяго. У нас там в столбе, ну не знаю, видно там. Вот показывает туда. А там написано, что это. Каса де Кристо. Судя по бочкам, это или винодельня, или маслодельня. Ну поедем в гости, посмотрим, что будет. Судя по бочкам. Вот я напылил, сволочь. Это что было? Красиво, Маки, очень красиво. А вода пытается куда-то убежать. Не надо убегать, вода очень в самом главном пути. У меня все, вот здесь вода, здесь, 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 везде вода, потому что если вода кончится, это будет конец. Едем дальше. Я немного мученный, потому что переднее колесо я два раза ремонтировал. Потом она была шишкой. Потом эта шишка прошла. Больше не бьет колесо. Видимо, я не очень хорошо горд засунул. Второй раз. Я уже устал, капец. Качать его тяжело. Это какой-то монастырь здесь, по пути Каминио, справа. Дорога моя проходит здесь. Правда, я уже километра полтора не видел знаков Каминио и Сантьяго. И поэтому, не знаю, еду правильно, неправильно. Здесь такой парк натураль. Можно пообедать, как раз время обеда. Сейчас буду готовить, что я буду готовить? Овсянку буду готовить с медом и с пончиком. Там есть пирожок с шоколадом. Вот этот. За 1 евро. Ветер такой, что огонь сбивает. Но мне нечем прикрыть его. Ветер сегодня то в лицо, то вбок. И так уже километров 60. По целине такой. Почти. Резовым. Ай, боехал. Камь. Резовым. 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 Иснему. Ветер. так же окажешься в канал бы залез бы и помылся бы но там грязная вода такая называется агуа для полива по-моему из его из дерьма делать я уже встал вижу город уже это наверное бойца о асфальт асфальт не трясет хотя трясет меня такой асфальт еще раз резиной я не знаю где поставить печать я уже до 100 лет достала сейчас до пяти они все спят все закрыто даже полиция и поставить печать нигде невозможно где-то я ловлю случайно кого-то где-то я просто проезжаю мимо уже не могу два три часа на улице кипятится пока церковь откроется или что-то в этом роде красивая церковь наверху там растения растут я не знаю сейчас буду искать полицию и вот центр сервантин это офис туристов туризма и никого нет очень красивая площадь обалденная площадь я в городе эль-табоссо старинные дома с такими прекрасными деревянными дверями вот такой вот такая площадь красивая начало зайти помыть лицо это мадам дон кихот а дон кихот ей признается любви это возлюбленная дон кихота воно как маленький город эль-табоссо но столько музеев здесь здесь на каждом шагу какие-то музеи магазин сувениров а вот это музей касса деду циния это возлюбленная дон кихота она свободна бесплатно пойдем посмотрим не знаю по моему не снялся еще раз него дворик дома дульсинии внутри снимать нельзя поэтому я поснимаю здесь это задний двор здесь выжимали оливки видимо держали лошадей какая-то хрень длинная бак который видимо противовес имела и выжимал что-то там там чане деревянном телеги всякие ну так прикольно дульсинии это возлюбленная дон кихота огромное дерево и она совсем не бедная была поэтому я думаю что хорошая была партия для дон кихота все греши дон кихот глупый да он губа не дура симпатичной красивой не бедной девушке приставал пойдем посмотрим спальне здесь тоже что-то выжимали это каменная штука ездила здесь и что-то выжимала оливки наверно вот пол дома это как производство я так понимаю сюда запрягали каких-то для пони что ли не знаю маленьких лошадей и они крутили эту штуку наверно вокруг да скорее всего так и было вот там я показывал да вот да там показывал вот эту дверь или это что такое непонятно для вия бедон федрики так вроде как называют этот поселок и город это конечный пункт сегодняшнего третьего дня сегодня был тяжелый день тяжелая дорога каменью сантьяго до компостела все усиливает свое давление на мои нервы на мои колеса все-таки колеса 32 тонковаты для этого дела лучше вот сороковые наверное у меня по 32 или 36 6 что я не помню 32 по моему от ли старый красивый церковь здесь город ни о чем вот эта площадь более-менее симпатичная а в остальном это деревне деревни одна полицейская машина зато я пообщался священником слушать я вот часто вижу священников но они все как люди то есть похоже на людей на человека одеты в лес и этот по моему святой человек реально святой от него аж и какой-то добротой святостью и чем-то еще и аж мурашки по телу ну бывает а люди которые занимаются своим делом то есть своим призванием жизни вот ему при призвано быть святым отцом отпускать другим грехи грехи вот он реально святой отец вот язык легко поворачиваться назвать его святым ладно сейчас буду сидеть вот здесь на этой лавке и попытаюсь придумать где я буду сегодня спать я весь грязный велосипед просто в грязи все ботинки в грязи можно все-таки взять мотель какой-нибудь помыться то все это вымыть помыть я не знаю там если даже будет шланг там помыть и шланга вел надо почистить цепь посмазать и человеку думать ну что третий день закончился почти здесь проходит камину сантьягу здесь есть мусорка и столы то здесь можно отдыхать это ничейная территория так что я вот здесь где-то ставлю палатку можно вот здесь да наверно так и сделаем или там ставить он заяц побежал ну как то все примерно так выглядит это дело оставайтесь в ел прямо чтобы я видел в принципе куда он денется здесь никого нет вообще и дорог не домов городов там вот живет один фермер это его хозяйство велосипед воровать он не пойдет поверьте мне этот дом пустой вообще он тоже на поле эта дорога чисто каминя десантягу в чем он зарос весь видом здесь никто не ездит поэтому ничего я цеплять не буду уберу все со стола все эти еду туда чтобы зайчиков и всяких лист не привлекать ну и все по большому счету так что так кончится закончился третий день надеюсь вы сплюсь хорошо на свежем воздухе завтра крутить 120 км 125 километров так что вот так вот 125 я постараюсь завтра ехать по асфальту большую часть посмотрим как получится но сейчас ко мне надо будет проехать здесь потом выехать на дорогу как-то настраивать такую дорогу именно асфальтовую посмотрим завтра будет день будет пища а а а Субтитры сделал DimaTorzok